Практическая психология И вот вроде бы такое счастье лежит, маленький кулек у тебя, разворачиваешь там мальчик или девочка, ты безумно счастлив, но жизнь показывает о том, что и этот кулек маленький растет, и его надо обязательно не только кормить, поить, одевать, но и, конечно же, воспитывать. Но воспитание тоже бывает разное. Света, расскажите, пожалуйста, почему, вот самый первый вопрос, почему вы стали специалистом вот именно в этой сфере? Вы знаете, действительно, я начинала свое обучение еще в советское время, и, как вы понимаете, этих вопросов в советское время не поднимали нигде, никогда и никто. Та пресловутая фраза «секса в стране нет», это реальное отображение, и поэтому, конечно, мне было непросто. Но первое медицинское образование, почему-то мне тогда показалось, что у нас проблема не в том, что надо лечить, а что надо учить. И в своей профессии я выбрала направление не в медицине, а в образовании. А поскольку у нас детки начинают в подростковом возрасте интересоваться этими вопросами, значит, моя задача заключалась в том, чтобы прийти в образовательное учреждение и заниматься прежде всего просветительской обучающей деятельностью. И вот уже не один десяток лет вы этим занимаетесь. Да, я никогда не уходила из профессии, мне это очень нравится. Отлично. Ну вот, а сегодня Светлана щедро поделится всей той ценной информацией, которую она знает и несет из года в год в массы со всеми слушателями нашей радиостанции. Ну что, надо ли говорить с подростками о половом воспитании? Безусловно. Но, понимаете, нас пугают всегда слова «половое воспитание», «сексуальное воспитание». И родители иногда просто не понимают, каким языком говорить об этом, в каком возрасте начинать общаться с ребенком на подобные темы. А ведь на самом деле все очень просто. Сексуальные отношения нам даны ведь для того, чтобы мы оставляли потомство. У любого биологического вида есть задача выжить. И потомство довести до состояния, когда они могут самостоятельно реализовываться в природе, это первая задача родительская. Ну и давайте вспомним, что секс с английского переводится «пол». И это никакое, не неприличное слово никакое. Оно есть у нас в загранпаспорте. Это термин, это слово интернациональное. Смотрите, как здорово. Нас могут понять на любом языке и в любом уголке земного шара. И, конечно, полов у нас два. Пол. Секс переводится «пол», полов два, мальчик и девочка. И вот прежде чем начать разговоры о половом воспитании, родители должны сами представлять, что это такое. И, как ни странно, родители об этом говорят с самого первого дня рождения. Только мы не понимаем, что мы ведём речь о половом воспитании. Мальчик появляется и девочка появляются с первичными половыми признаками. И ребёнок до четырёх лет определяется со своим полом. Не сам. Мы ему в этом помогаем. То есть, когда мы говорим «ты у нас мальчик», или там «ну ты должна себя вести как девочка», да? Да. Ребёнок понимает, что вот да, да, такой у меня есть пол. Совершенно верно. И ребёнок слышит нас, видит, как ведёт себя папа или мама. Вот, кстати говоря, я за полной семьи всегда, потому что ребёнок должен видеть полуролевое взаимодействие, как ведёт себя мама, как ведёт себя папа, как они взаимодействуют. И это всё научение. А учить мы своего ребёнка должны в таком контексте аж до 18 лет. То есть, получается, что если, например, ребёнок до четырёх лет ещё путается в том, что мальчик он или девочка, то это, в принципе, норма, да? А вот если уже после четырёх, то родители должны тут себе начинать задавать вопросы. Всё понятно. А я тут думала, у меня вот младший сын, ему три годика, был такой период, он в течение двух месяцев всех ходил и убеждал, я мальчик, я мальчик. И я думаю, ну ладно, если тебе надо вот это повторить сто раз, повтори, значит, он сам себя убеждал в этом. Да, да, да. А ещё детки иногда, родители пугаются, когда говорят детки, я нарисовала, говорит мальчик. Или девочка, я сходил, говорит девочка. А тут не надо ничего пугаться, надо просто поправить и сказать, ты мальчик, поэтому мы будем говорить, я нарисовал. И всё. И закрепить это, да, потому что ребёнок не всегда с первого раза это понимает. Хорошо, давайте тогда сейчас сразу же озвучим для наших слушателей, с какого же возраста следует, мы сказали, да, что практически с самого рождения, а когда проявляем особую активность вот по отношению к тому, что вот сейчас нам нужно в ребёнка вложить как можно больше знаний. А вот ребёнок определяется со своей половой принадлежностью к четырём годам. То есть после четырёх, ну максимально пяти лет уже не должно быть никаких ошибок ни в выборе игрушек, ни в играх, ни в подборе друзей по своему половому признаку. И вот с того самого момента, когда ребёнок определится с половой принадлежностью, у детей начинает проявляться интерес к противоположному полу. То есть мы говорим прям о детской любви, о детских чувствах, которые впервые иногда ребёнок осознанно переживает. Осознанно. Интересно, это в каком возрасте? А вот начиная с пятилетнего возраста. Это как раз первая любовь, да, у некоторых случается. Вы знаете, я работаю со старшеклассниками, а они в основе своей очень категоричны, очень серьёзны в таких вопросах. Но когда я задаю вопрос, ребята, а вспомните свои первые любовные переживания? В каком возрасте? И вы знаете, удивительное дело, дети начинают так улыбаться, поднимают руки и говорят, а в детском саду я был влюблён в девочку. Или девочка была влюблена? Девочка влюблена была в мальчика. А есть ещё удивительная ситуация, когда девочка, мальчик влюбляется в несколько девочек. И тоже это всё переживает. Замечательно переживает. И вот здесь самое главное родителям проявить тактичность, уважение к чувствам ребёнка, потому что это прям любовь. Причём самая-самая настоящая. Самая настоящая. С переживаниями, с волнениями, с сомнениями, а любит ли? Да, действительно. Вот вы сейчас рассказываете, да, и я вспоминаю, как со старшим сыном, который когда он ходил в детский садик, мы ходили, покупали эти киндер-сюрпризы, шоколадки, какие-то колечки такие пластмассовые и дарили всё только нашей одной богине, да, которую звали Ксюша. Да-да-да. Я вам больше скажу, и для родителей, у кого маленькие детки, обратите внимание, если будут пропадать золотые украшения мамы, туалетная вода мамы, потому что мальчик в этом возрасте ребёнок ещё просто не понимает ценность материальных вещей и, ну, от души просто относит то, что имеет в своём арсенале распоряжения. Именно той, которую так любит. Конечно, конечно. Хорошо. Ну, а проживать вот это чувство, первую влюблённость в детском садике, наверное, нужно всей семьёй, я так полагаю. Очень, очень. Я расскажу такой курьёрзовый случай. Я много лет веду консультативные приёмы, и, конечно, ко мне приходят мамы и папы со своими детками, когда у них возникают сомнения, ни в коем случае не проблемы, а сомнения. Потому что информация для родителей, ну, она не всегда доступна, или они знают, где её найти. И мальчик пришёл к папе после детского сада, очень грустный, печальный, и говорит, пап, мне надо серьёзно с тобой поговорить, как с мужчиной. Папа оказался очень правильным папой, он сказал, пойдём в спальню, мы с тобой поговорим. Поговорим. Вот так бывает, да? Да. И папа ни в коем случае не начал морализировать, возмущаться, что за слова, как ты себя ведёшь, он сказал, рассказывай, я тебе помогу, и мы разберёмся в твоих злоключениях. Отлично, отлично. Каждому папе, да? Да. По такому сыну, и каждому сыну по такому папе. Скажите, Света, в чём различие между воспитанием мальчика и девочки? Да, они есть. Мы разные. Абсолютно. И у нас есть такое понятие, как биологическое поведение. И если мы разные анатомически и социально, значит, это обусловлено каким-то результатом. И правда, чтобы родители понимали, к чему мы готовим ребёнка, нам надо отталкиваться от конечного результата и понимать, что такое мужчина. И вот прямо сейчас комплимент мужчинам скажу. Давайте. Мужчины – это двигатели человеческого прогресса. Соглашусь с вами. Представляете? Мужчины строят, придумывают, исследуют, вооружают, двигают, адаптируют. И, конечно, завоёвывают, защищают. И, конечно, мужчины, они больше реализуются в социуме, среди себе подобных. Там приветствуются такие черты, как лидерство, активность, инициативность, умение отстоять свою позицию, своё мнение. Смотрите, какой у нас образ мужчины уже получается, да? Да. И совершенно другой результат мы ждём от девочек. У девочки задача другая. Женщины рожают и воспитывают детей. И вы знаете, когда я говорю об этом на каких-то выступлениях, родительских собраниях или, может быть, семинарах, современные женщины начинают грустить. Потому что немножко смещение происходит. И немножко современные девочки говорят, как банально. Что вы нам говорите? Рожать и воспитывать детей. А наши девушки хотят, да? Наоборот, завоёвывать, двигаться, открывать. Создавать. Создавать. Да. И таким образом, когда родители не видят вот этого или не понимают, к какому результату надо подвести ребёнка, это называется неправильная семейная установка в половом воспитании. Полуролевое поведение – это как раз результат, который мы должны увидеть во взрослом человеке. Какая бы женщина ни была, какая бы карьера у неё ни складывалась, сколько бы денег она ни зарабатывала. Но если она хочет иметь семейные отношения, она должна хорошо понимать, что от неё будет требоваться именно в этом контексте. А это во всех этнических группах рождения и воспитания детей. И мне кажется, это так прекрасно. Это замечательно. Это замечательно. Вот только сейчас нужно нам, родителям, чётко понимать, да, что эти вещи должны быть проговорены. Потому что, когда разговариваешь с подростками, особенно с девчатами, да, они говорят, ну, семья подождёт. Да, дети, да куда дети денутся? Конечно же, я когда-нибудь их рожу, да. А сейчас для меня вот важна карьера, учёба, ещё хорошая престижная работа. И если же мама говорит «да, да», и машет на это рукой, папа говорит «ну, конечно», то тогда у девушки действительно происходит извращённое представление. Да, смещённое, изменённое. Поэтому, значит, родители сейчас и слушатели нас слышат, да, и если у вас есть дочка, обязательно возьмите для себя это на вооружение. А если же есть мальчик, то тогда мы его сразу же изначально готовим к подвигам, к геройству, да? Хорошо. Что ещё важно? Вот на какие особо важные моменты нужно обратить внимание при воспитании девочки и мальчика? Тут, наверное, надо сказать про репродуктивную сферу, да? Вот действительно, когда мы готовим ребёнка к взрослой жизни, родители должны хорошо понимать. Я всегда пытаюсь информацию всё систематизировать. То есть чтобы у родителей были в голове какие-то схемки остались после встреч со мной, с консультацией, с выступлений и так далее. Вот до 18 лет ребёнок у нас находится под защитой родителей. То есть родители отвечают за все аспекты жизнедеятельности ребёнка. И половое воспитание, оно базируется на трёх основных критериях, базовых таких моментах. Первое. Когда ребёнок появляется на свет, мы отвечаем за его здоровье. То есть когда мы говорим о том, что надо не болеть, закаляться, делать прививочки, это у нас всё ровненько и хорошо. Но тут же родители забывают о том, что с 11 до 18 лет у ребёнка формируется репродуктивная система. И это главное здоровье. Потому что проблема в том, что ребёнок в этом возрасте не осознаёт важности происходящих процессов. И, конечно, детки неосознанно и болеют, и начинают экспериментировать с редными привычками. Например, алкоголь, табакокурение – это то, с чем мы сталкиваемся на самых ранних возрастных уровнях подросткового возраста. И это тоже сказывается на репродуктивную систему. Да. И, к сожалению, рано начинают сексуальные отношения. И вот здесь вот родители должны хорошо понимать, где они займут принципиальную позицию. Ведь ребёнок не знает, что если он разрушит репродуктивное здоровье здесь, в подростковом возрасте, скорректировать будет либо трудно, либо практически невозможно. Бывают у нас, к сожалению, такие ситуации, когда к 18 годам специалисты-медики ставят уже диагнозы, которые носят необратимый характер. И это касается и мальчиков, и девочек. Поэтому родители должны понимать, что можно иногда понять состояние ребёнка, когда он принёс троечку, или у него пропало желание учиться. Бывает такое в подростковом возрасте, особенно уровень 7-8 класса. Но родители должны хорошо понимать, там, где речь идёт о разрушении репродуктивного здоровья, они будут принципиальны. Потому что в своей работе я сталкивалась и со взрослыми людьми, которые задним числом предъявляют претензии к своим родителям. Не сказали, не предупредили, не настояли. И претензия заключается в том, что да, я был ребёнком, да, я был непослушным ребёнком, я протестовал, но ведь они были взрослые, они понимали, к чему это всё может привести. И всё-таки не проявили какой-то решительности и, может быть, даже строгости. То есть получается, что как бы себя ребёнок ни вёл, да, родители должны чётко понимать, что до 18 лет ответственность за этого ребёнка на их плечах. Обязательно. Обязательно. За их здоровье. Хорошо. Ну, вот в чём, столько лет уже, да, вы в этой теме. Скажите, пожалуйста, как-то отличается новое поколение от поколения, например, прошлого, да, по поводу именно того любопытства, да, какой-то новизны. Ну, то есть вот чем отличаются сейчас современные дети от тех детей, которые, например, были 20 лет назад? Да, я столько лет в профессии, что у меня действительно есть что сравнить и определить тенденции в современных условиях. Я в своей профессии с 1993 года. И вы понимаете, что это было для страны и для каждого человека в отдельности очень сложное время. Родители занимались тем, что они просто выживали. Они обеспечивали детей и семьи самым необходимым. И, безусловно, на воспитание было отведено совсем минимальное количество времени. Уж тем более на половое воспитание. В том числе. И мы столкнулись с такими цифрами и с таким поведением и с такими результатами, что, конечно, было впору и плакать, и рвать на себе волосы. А самое главное, государство не оказывало в то время ни малейшей поддержки в этих вопросах. Не было ни программ по половому просвещению, не было литературы адаптированной, не научной, а хотя бы популярной какой-то литературы. И уж, конечно, не было никаких законодательств, что бы являлось рычагами воздействия на поведение детей. Вот и получается, что иногда на консультации приходит мама и подросток. И мама говорит, меня саму нигде ничему не учили. Абсолютно верно. Как я могу теперь научить этому своего ребёнка? Да. И бывают даже такие случаи, когда мама приходит со своим сыном или со своей дочкой. Я, естественно, настроена на то, что они приходят с какой-то проблемой, а мама говорит, расскажите ребёнку о его подростковом возрасте. Я посижу в коридорчике, а вы расскажите. То есть взяла и переложила всё то, что должна делать она на специалиста. На специалиста. Ну, знаете, я ни в коем случае не горюю по этому поводу, потому что, правда, некоторые родители элементарно не знают слов, какими можно оперировать. Да, действительно. Вот, кстати, о словах и о форме. В какой форме лучше подавать информацию своим детям вот об этом половом воспитании? В разных. И я за разные. Расскажите несколько примеров из практики. Детки разные. Восприятие мира внешнего у них разное. И некоторые дети, ну, в силу особенностей своей семьи, утрачивают доверие к взрослым. И поэтому, конечно, здесь варианты всевозможные. Результат должен быть один. Донести информацию в соответствии, конечно, с тем возрастом, в котором интересуется ею ребёнок, до ребёнка так, чтобы он мог ею пользоваться. Когда я работаю с подростками, у меня всегда главная фраза. Я должна вас вооружить такими знаниями, чтобы в какой-то жизненной ситуации вы могли их применить и принять правильное решение. И поэтому, если мама не может рассказать своими словами, можно показать какой-нибудь коротенький эпизод. Вот, скажем, в социальных сетях много таких роликов, да, совершенно верно. Но чтобы это было не углублённо, не анатомически, не многословно для ребёнка. Схематично, в мультяшном образе. Это примерно для уровня, скажем, от трёх до шести лет. Чтобы ребёнок не пугался, а чтобы ему было интересно познавать эту информацию. Потому что у ребёнка восприятие именно такое. Никакого неприличного подтекста дети никогда не усмотрят, не выдадут. И это просто на уровне информации. Как растёт дерево, как бегает кошечка. Как развивается эмбрион. Как развивается ребёнок, совершенно верно. И если родители ещё это сопровождают очень нежными, очень такими вдохновлёнными комментариями, радость, ощущение, что вот появится новая жизнь. У ребёнка это сформирует только положительные эмоции. Да, конечно. Хорошо, а ещё каким образом мы можем до ребёнка донести ту или иную информацию, например, уже для подростков? В более старшем возрасте. Конечно, хорошо, если это будут разговоры не в форме нотаций, а в форме такого, знаете, вброса информационного. Сидит вся семья, смотрит какой-то, ну, допустим, какой-то сериал. А там в сериалах всегда есть, присутствует любовная линия. Когда мы привязываемся к какой-то ситуации и говорим, а ты знаешь, вот так вот в жизни бывает. А вот не дай бог с тобой бы такое случилось, потому что... И объясняем. И тут же каратенечко даём ребёнку информацию. Без нотации, без морали, просто в качестве информации. А на подумать. А на подумать. А вот как бы ты бы решил эту ситуацию? А у тебя в классе бывает такое? А вот ты видел вот в жизни такое сам, без нас где-то, да? А ещё лучше, когда в семье участвует третье поколение. То есть мы говорим о бабушках и дедушках. И казалось бы... Столько мудрости в них. Бабушки, дедушки, прошлое поколение, говорить совсем не умеем. А нет, как раз бабушки и дедушки очень легко приводят ситуации из жизни. И иногда из своей жизни. Я могу рассказать практически о курьёзном случае, но результат был потрясающий. Одна девочка с мамой пришла к бабушке в гости. И бабушка, 15 лет девочке, и бабушка её спрашивает. Бабушка деревенская. Это, конечно, был не современный случай несколько лет назад, но всё равно очень замечательный. И бабушка девочки спрашивает внучке своей. «Есть ли у тебя дроличка?» Прелесть какая слово «дроличка». Прямо из русского фольклора. А девочка говорит, ну да, конечно, это же здорово в подростковом возрасте. А бабушка говорит, обнимает ли, целует ли, просит ли? Девочка, конечно, не была готова к таким вопросам. Откровенно. Откровенным. Смотрит на маму, а мама самоустранилась. Она говорит, ты же с бабушкой ведёшь диалог. Бабушке отвечай, я здесь при чём? И бабушка вдруг говорит, а ты знаешь, мы когда со своим дедушкой, там, Петей, женихались, он меня провожал, тоже ведь иногда заводил разговоры на такую тему, а я сказала, нет, ни за что, только после свадьбы. И когда мы поженились, он ведь признался, а я ведь тебя проверял. Вот видите, как здорово. Дело-то было после войны, всё очень было строго, все были, знали о каких-то запретах, и он сказал, если бы ты согласилась, не взял бы тебя в жёны. Вот так, хороший очень пример, спасибо, Света. Да, действительно, иногда наше старшее поколение, да, как раз обладает той мудростью, которая, может быть, не присутствует в нас сейчас, как в родителях, да, но потом мы её тоже обязательно обретём, эту мудрость. Обретём и передадим своим внукам. Непременно, непременно. Ну, а ещё очень бы хотелось узнать, вот о чём в обязательном порядке каждый из родителей должен проговорить со своим ребёнком, будь то это дочь или сын? Да, есть вещи, которые родители должны непременно озвучить. И в первую очередь, конечно, мы говорим с маленьким ребёнком, ну, то есть, может быть, дошкольник, да, для чего нужны сексуальные отношения. Потому что вы будете удивлены, наверное, но дети в начальной школе некоторые, когда слышат о физиологических реакциях или о сексуальных отношениях, у них на лице читается либо страх, либо отвращение и нежелание слушать эту информацию. А ведь это очень важно, чтобы у ребёнка было позитивное отношение. Ну, или адекватное хотя бы, да? Адекватное, да, отношение к вот этим вопросам, потому что это не наши выдумки. Это наши биологические и полуролевые циклы. И сексуальные отношения надо ребёнку объяснять, что они нужны для того, чтобы мы оставляли потомство. Это нормально. Конечно, биологический вид всегда настроен на то, чтобы выжить. Вот вы помните, мне даже рассказывали про животных, да? И можно пример привыкнуть. Да, да, да. Расскажите. Вот маленьким деткам очень просто приводить примеры на животных, потому что у всех у нас в семье есть кошечки, собачки и так далее. И ребёнок знает, есть маленький котёнок, а есть взрослая кошка. Я когда работаю с таким возрастом, я говорю, вот есть котёнок мальчик, есть котёнок девочка. Как вы думаете, ребята, у них могут быть детки? Они говорят, нет, не могут быть. А почему, спрашиваю я, так они же маленькие, говорят детки. То есть они хорошо оперируют понятиями маленький, большой, можно, нельзя. Только в переложении на взрослые человеческие отношения мы маленькие остаёмся до 18 лет. Да, это нужно прямо усвоить каждому из, во-первых, родителей, да, потому что очень часто бывает такое, ему уже 16 лет, пусть делает, что хочет. Нет. Нет, ни в коем случае. У нас это на законодательном уровне закреплено, да? Абсолютно верно. В Уголовном кодексе Российской Федерации есть такие, которые запрещают любые сексуальные действия вплоть до половых отношений до 18 лет. И это не капризы государства, это государственная позиция, потому что таким образом государство регулирует половые отношения своих граждан с целью сохранения репродуктивного здоровья подростков. То есть нам нужны здоровые граждане. И вот именно на таком языке можно разговаривать со своими подростками, да? Начиная с 14 лет, поскольку уголовная ответственность у нас за такие деяния наступает с 14 лет, очень чётко, профессионально, конструктивно мы разговариваем на эти темы, используя вот эти вот юридические аспекты. И, да, несмотря на то, что уголовная ответственность с 14 лет, у них эти статьи прописаны в учебнике по обществознанию только, к сожалению, на уровне девятого класса. А детки у нас дебютируют иногда в сексуальных отношениях, средние цифры по Кирову 14,5-15 лет. Так рано? Так рано, к сожалению. Но мы не самые плохие. То есть есть ещё другие регионы, да? Да, в частности, да. Южнее в регионах снижается этот порог дебюта. Хорошо. О чём ещё нужно с детьми говорить в обязательном порядке? В обязательном порядке я бы порекомендовала родителям говорить о личной безопасности ребёнка. Это о чём? Это о том, что у нас увеличился процент преступлений на сексуальной почве в отношении несовершеннолетних. То есть речь идёт, к сожалению, о сексуально-развратных деяниях в отношении маленьких детей. Это уже взрослыми, да? Это взрослыми. И поэтому взрослые должны обязательно поговорить. Может быть, не используя даже этих слов, которые они немножко, конечно, мы боимся всем. Пугают. Да. Но предупредить ребёнка, что взрослый не имеет права тебя просить раздеться, просить показать, потрогать, прикасаться вообще к ребёнку никто не имеет права, не только взрослый, но даже ровеснить без его на то согласия. Ну вот у нас была программа про личные границы. И вот там прямо мы тоже рассказывали о том, что детям, объясняем прямо с самого раннего возраста, с трёх лет можно рисовать круги вот эти, да, и говорить, что вот это ты, это твоё тело, и это неприкосновенно. Что к нему может прикоснуться только, например, мама с папой родные, да, которые там тебя как обнимают, ещё что-то делают. И врачи, да, или там люди, которые являются определённой специальностями. Или с разрешения взрослого родителя, то есть если ребёнок ещё достаточно мал. И в том числе нельзя разговаривать с ребёнком на сексуальные темы. Нигде. Ни в реальной жизни, и ни тем более в интернете. Когда родители говорят, мы не проверяем переписку у ребёнка, потому что это его личное пространство. В интернете не существует понятия личного пространства, потому что детей могут вовлечь в разные группы, в том числе и экстремистского толка, группы смерти, и в том числе совратить в сексуальном отношении. Следовательно, сейчас родители, слушая нас с тобой, Света, должны понимать, что они имеют полное право просматривать все социальные сети своего ребёнка. Совершенно верно. Кто-то из родителей сделает это на постоянной основе, кто-то посчитает для себя необходимым избирательно, периодически смотреть переписку, но это должно быть в обязательном порядке. И родители должны правильно аргументировать эту позицию для ребёнка. Мы не только отвечаем за твоё здоровье, о чём мы говорили, в том числе и репродуктивное, мы обеспечиваем тебе личную безопасность. Нет ничего страшнее, когда с ребёнком что-то случается. Неважно, что это происходит, но любая потеря ребёнка, у нас бывали такие случаи в городе Кирове, любая психологическая травма – это прежде всего горе для родителей. Вот смотрите, вы говорили про безопасность. Мы ещё должны, наверное, детям обязательно проговаривать такие вещи, что если ты только почувствовал, что по отношению к тебе как-то нарушают твои границы, что не надо этого бояться молчать, ты должен обязательно что сделать? Обязательно рассказать об этом родителям. И самое главное, родители должны поверить ребёнку. У нас, как правило, от ребёнка отмахиваются, от такой информации отмахиваются и говорят, он придумал, он сочинил. Но дело всё в том, что до определённого момента ребёнок таких вещей не сочинять, не придумывать не может. На интуитивном уровне ребёнок чувствует опасность. И поэтому, когда ребёнок даже неправильно формулирует свою позицию, но родители видят, чего это касается, они должны обратить и пристальное внимание, и в какой-то ситуации предпринять определённые меры. Света, мне кажется, даже если вдруг ребёнок нафантазировал, родители всё равно должны эту информацию принять, чтобы перепроверить. И потом задать себе вопрос, а почему тогда фантазии такие появляются? Да, совершенно верно. Потому что ребёнок ещё иногда умеет подсматривать, подглядывать и несёт информацию в свой коллектив. Ну а мы продолжаем программу «Практическая психология». Сегодня тема у нас «Половое воспитание детей». И у меня в студии специалист по психосексуальным и семейным отношениям Светлана Москвина. Света, давайте продолжим наш разговор. Что же в обязательном порядке необходимо проговорить своим детям, когда мы говорим о «Половом воспитании». Мы с вами, помните, рассказали о том, что нужно рассказать о безопасности, о том, для чего нужны сексуальные отношения. И я бы ещё порекомендовала рассказать в подростковом возрасте, в самом начале, а помните, он начинается с 11 лет, о физиологических реакциях. Это, конечно, касается в большей степени мальчиков. Несмотря на то, что ребёнок современный живёт в жёстком информационном пространстве, на себя информацию они порой примеривать не могут. И первые физиологические реакции детей современных, как ни странно, пугают. Они очень индивидуально их адаптируют, но помощь родительская в этом вопросе необходима. И опять, подход очень простой. Два-три слова просто успокоит ребёнка, что эрекция, полюция – это абсолютно нормальное явление, так сексуальная система реализуется и показывает нам, что она формируется правильно. Ребёнок должен об этом знать. И хорошо, если об этом скажут в первую очередь родители. Спокойно, доверительно, может быть, с юмором. Ребёнок будет просто спокойно реагировать на какие-то внезапные ситуации. И что касается девочек, девочкам тоже нужно рассказать о менструациях, о гигиене, о причине, потому что современные менструации помолодели. Если мы раньше отмечали начало с 12,5 лет, теперь 10,5-11,5 лет. А в этом возрасте ребёнок может оказаться на гастролях, в загородном лагере, на соревнованиях, то есть вдали от родителей. И чтобы ребёнок не паниковал, не переживал, нужно просто его подготовить своевременно. Действительно, как часто бывает, когда уже взрослые люди приходят с той или иной проблемой к психологу, они часто говорят о том, что «мне мама даже об этом не предупредила». Вот почему она тогда в то время не думала о том, как мне и каково мне? А вспоминается это потом на протяжении всей жизни. Да, это абсолютно точно. Ну что, ещё, наверное, самое приятное, тем не менее, что когда ребёнок растёт, он встречается, например, мальчик с девочкой, а девочка с мальчиком, мы должны проговорить о том, что эмоции, они имеют право на проявление. Конечно. Это самая приятная часть общения между мальчиками и девочками. Как только ребёнок начинает осознавать себя в привязке с той или иной половой принадлежностью, мальчик начинает обращать внимание на девочку. Девочка обращает внимание на мальчика. И у них прям случается любовь. Это уже вторая или третья после детского садика. Да, да, да. Но вот смотрите, каждая любовь, это же опыт, правда, да? Конечно. Опыт эмоциональных переживаний. Конечно. И родители почему-то очень спокойно об этом говорят в маленьком, как раз детсадовском возрасте. И даже им это удивительно, как-то весело об этом говорить. Но как только ребёнок вступает в подростковый возраст и начинает это переживать на чувственном уровне, вот здесь родители почему-то начинают паниковать и считают, что на эту тему разговаривать не надо. А ведь мама мальчика должна научить ухаживать за девочкой. И не просто технически оказывать знаки внимания, подавать руку, заботиться и так далее, а чтобы мальчик ухаживал и испытывал наслаждение от этого ухаживания. Именно так формируется забота. И удивительное дело, ведь именно на это обращает внимание женщина, когда начинает встречаться с мужчиной. Вот вы заметили, что сейчас молодое поколение, оно более тактильно, да? То есть они, например, где-то встречаются, там даже просто, да, одноклассники, они могут там приобнять друг друга, там, да, похлопать по плечу, там, за руку взять друг друга. Вот у нас ведь этого не было с вами. Не было. У нас была действительно... Такая дистанция-дистанция. Моральная дистанция. Потому что всегда вот это взаимодействие активно запрещалось. А ещё сложнее было детям, когда они учились, помните, отдельная мальчик, школа для мальчиков и школа для девочек. Я вообще очень жалею то поколение, потому что у нас, у детей, совмещенное образование, оно предполагает изучение. Вот друг друга. Да, внутри класса, внутри школы. И поведение, да, противоположного пола. И поведение, реакция. Насколько это оказывает хорошую услугу потом, когда ребёнок выстраивает взрослые отношения. И поэтому, конечно, тактильные ощущения допустимы. Они волнительные, они первые. И это, конечно, формирует и в том числе мальчиковую, девочковую сексуальность. Реакции фиксируются на чувственном и психологическом уровне. Но здесь тоже должна быть граница. Тесное объятие, поглаживание, прикосновение к интимным частям тела недопустимо. Это как раз входит в то понятие границы, про которое мы с вами говорили, да, о которых надо разговаривать с ребёнком. И детям позволено много в подростковом возрасте. Если мы говорим о том, что у мужчины должна быть обязательно одна женщина, у женщины должен быть один мужчина, они должны сохранять друг друга верность, то в подростковом возрасте эти категории вообще не работают. А они даже и не нужны. Не нужны? Не нужны. Потому что сегодня Петя встречается с Аней, и по какой-то причине они друг друга не устраивают. И это может быть абсолютно банальная причина на бытовом уровне. Аня может быть громкая, или Аня может быть неаккуратная, и мальчик может быть агрессивный, скажем, да, или не ухаживает. И дети расстаются. А нам, взрослым, кажется, какие непостоянные дети. То есть родителям надо быть спокойно, да, вот в этом периоде? То есть ребёнок нарабатывает опыт, да, он понимает, что он из себя представляет и ищет себе человека подобного, да? Это абсолютно правильно, потому что это не что иное, как формирование представления о своём будущем, муже и жене. Хорошо, то есть опыт – это опыт. Опыт – это всегда хорошо. Так, но тут опять-таки нужно понимать, что, вот смотрите, например, я иду в школу, и там старшеклассники, я вижу, на переменах, обнимаются и целуются. Вот это допустимо, или же это вызывает у меня, например, массу переживаний по этому поводу, как так, там 10 класс, а они тут уже во всё целуются. Вообще существуют этические нормы, а мало того, они ещё и подкреплены нашим уголовным кодексом Российской Федерации, только, конечно, конечно, наш менталитет такой у педагогов. Мы сделаем сто раз замечания, но мы не будем писать заявление, как это делается в практике, например, западных учителей и учеников, там такое не допускается. То есть там увидел, сразу же доложил. Да, совершенно верно. И родители потом принимают решение, что они будут делать с этой информацией. И иногда я вам скажу, что принимают решение очень жёстко, вплоть до исключения и перевода в другой, не просто город, в другой штат. У нас такого нет, конечно, но, тем не менее, школа, лесенки у школы, территория школы – это всё считается публичным местом, общественным местом. Поэтому мы детям проговариваем эти вещи, что ты, конечно, можешь обнимать девушку, не нарушая её границы. Ты, конечно же, можешь целоваться с девушкой, если такой порыв у тебя. Но в общественном месте этого не стоит делать. Не стоит делать, потому что мы все уважаем чувства других. И потом, старшеклассники в школе конкретно, они являются ещё и примером для подражания младших школьников. Конечно. Вспомните свои годы, когда мы с придыханием смотрели на старшеклассников. И что там творится у них. Да, да, да. И они такие взрослые, у них такие красивые отношения. Действительно. Ну что, всё ясно про ухаживание. Мне кажется, именно в подростковом возрасте этому и будем учиться, чем этому учиться уже, когда тебе 30 лет. Хорошо. Бывает такое, да. Нужно ли детям рассказывать о своём опыте, о своих прошлых ошибках, о победах, вот, например, на межполовом фронте или же нет? Нет. Вы знаете, иногда мы начинаем разговор с детьми не в привязке к какому-то конкретному человеку. И ребёнок начинает свой опыт, свою жизнь со своей любовью, с расставаниями, с страданиями. И вот в зависимости от того, в каком сейчас состоянии ребёнок, мы можем подтянуть свой пример. Если ребёнок загрустил, и родители понимают, что у ребёнка безответная любовь, конечно, мы должны помочь. И можно даже придумать какой-то свой пример и сказать, ты знаешь, у меня тоже была такая любовь. И рассказать, как я вышла из этого ситуации. Да. Но ведь вы знаете, в мировой литературе столько прекрасных произведений, написанных благодаря как раз переживанию безответной любви. Все сонеты, вся лирика. Если бы не было этой безответной любви, мы бы лишились две трети литературных прекрасных источников. Действительно. И невзаимная любовь, она тем хороша, что это всё-таки любовь. Ты переживаешь эти великолепные чувства. В жизни всё компенсируется. Есть невзаимное, потом будет взаимное. Да, и опять-таки это, наверное, опыт, да? Главное, чтобы родители были адекватны и правильно объяснили ребёнку, что эта любовь не последняя в твоей жизни. Чтобы для него не было это какой-то чертой, которая его подтолкнёт на какие-то необратимые поступки. Да, совершенно верно. И вот это тоже очень важно, чтобы родители держали руку на пульсе в это мгновение, а не были заняты слишком сильно своей работой или своей собственной жизнью. Совершенно верно. Я всегда говорю, три минуты послушайте внимательно ребёнка, не отмахивайтесь от их проблем. Можно решить с юмором, можно решить на каком-то своём личном примере. Но чтобы ребёнок точно знал, со своими волнениями, сомнениями, вопросами, он должен прийти к своим родным людям, к родителям. Скажите, если, например, женщина воспитывает одна ребёнка, и это, например, мальчик, то каким образом она может помочь ему в воспитании полуролевого? Знаете, кто меня слушает на каких-то моих выступлениях, они знают и подтвердят, что я всегда, конечно, за полную семью. То есть сразу, я так под текст, да, то есть вы считаете, что если женщина осталась одна, значит, ей нужно срочно устроить свою личную жизнь? Обязательно. Причём это может быть не обязательно, прям вот совместное проживание. Это должен быть мужчина, который присутствует в её жизни. И вы знаете, удивительное дело. Иногда говорят, ну вот где ж найти порядочных, хороших, надёжных и так далее. Я тут не могу давать каких-то рекомендаций, но... И не могу сказать, что пусть хоть какой-то будет. По крайней мере, ребёнок должен знать особенности проявления все. И непорядочные, и порядочные. И у ребёнка в подростковом возрасте стоит выбор. Будет он принимать такую линию поведения или не будет принимать. Но если такого мужчины вообще в жизни женщины нет, то ребёнку, мальчику объяснить эстетику мужского поведения, особенности маме практически невозможно. Потому что в подростковом возрасте важен этап копирования. Мужчины общаются между собой в своих компаниях очень совершенно по-другому, нежели женщины. Женщины строят какие-то вербальные конструкции, сложно подчинённые. Мужчины общаются обычно жестами, между митиями, взглядами. Мужчины красавчик, да, опять вот этот тот набор фраз, которые объясняют очень многое в общении мужчин. И поэтому, конечно, маме нужно тогда отдать ребёнка, может быть, в секцию, где есть тренер. Мужской пример для подражания. Может быть, есть какие-то родственники, отправлять прямо туда, там, где есть... Например, к деду, да. Если есть брат, то тогда на рыбалку с братом. Да, верно. Не бояться отправлять ребёнка в мужское общество, будь то рыбалка или банные посиделки, потому что не всё заканчивается плохо, есть какие-то увлечения. И если даже ребёнок не активно участвует, он наблюдает, он находится внутри этой вот эстетики мужского общения. И, конечно, это будет, безусловно, очень полезный опыт. Света, спасибо большое. Скажите вот ещё, у нас есть несколько минут, когда ребёнок уже взрослый, пусть это будет там 15, 16, 17 лет, и он говорит, так, родители, дорогие мои, у меня есть личная жизнь, и, пожалуйста, не надо меня прессинговать, не надо меня контролировать, я там знаю, как я буду жить. Что в таких случаях говорить родителям? Да, это самая большая проблема, пожалуй, психологическое взаимодействие с родителями, потому что, по большому счёту, никакой личной жизни у ребёнка до 18 лет нет. И быть не может. И быть не может. Я думаю, что сейчас дети нас просто тихо ненавидят, которые слушают программу. И дети, когда я работаю со старшеклассниками, они всегда мне говорят, всё, никакой радости Светлана Серафимовна не оставила в этой жизни. Как? У вас столько радости, столько вариантов, то, что нельзя нам, взрослым. Там тусовки, мероприятия, вот эти прикосновения, без всякой моральной подоплёки, вот это можно, это нельзя, там надо сохранять верность и так далее. У взрослых во многом больше ограничений, чем у подростков. И поэтому, конечно, родители должны разговаривать с ребёнком на эту тему, и ребёнок должен понимать, правила в семье устанавливают родители. И это не просто их капризы, это их ответственность за жизнь до 18 лет. До 18 лет ответственность. Кроме ответственности, ещё что может быть? Со стороны кого? Родителей. Любовь. Угу. Поддержка. Так. Желательно, чтобы родители спокойно воспринимали все инициативы ребёнка. То есть, может, даже где-то поддерживали их. Да, поддерживали, объясняли. В том числе, ведь знаете, как у нас бывает, есть закон диалектики. Каждое явление и предмет имеют как отрицательную, так и положительную стороны. И ребёнок, как правило, он видит только одну сторону. И родительская задача очень спокойно, доверительно, ни в коем случае не унижая разговорами о том, что ты ничего не понимаешь, ты не можешь прогнозировать, да, не может прогнозировать, на том и рядом и родители. Угу. Расскажите вторую половинку этой ситуации и дайте ребёнку проанализировать возможность и выбрать. Угу. Но, как бы мы ни говорили и не поддерживали, ребёнок может высказать своё мнение. Мы его обязательно выслушаем. Выслушаем. Объясним свою позицию и примет родитель всё равно решение такое, какое он посчитает нужным. Угу. Потому что мы все разные. Ну и помните о том, что семья – это всегда любовь, да? Какие бы ни были отношения, да, очень часто бывает, что мы забываем о том, что мы так друг другу ценные, важные и любимые. И родители всё, что делают для своих детей, они делают это из-за любви. Да, абсолютно верно. Знаете, у меня всегда, когда ребёнку исполняется 18 лет, и ребёнок принимает решение учиться в другом городе, у меня всегда перед глазами образ человека, который из ладоней выпускает птенца во взрослую жизнь. И как важно вооружить ребёнка такими знаниями, чтобы он свою жизнь начал не с ошибок, а с позитивных ситуаций и наслаждался этой жизнью своей. Вот на такой ноте и хочется завершить сегодня программу. Это была программа «Практическая психология». Сегодня тема была «Половое воспитание детей». И экспертом программы был специалист по психосексуальным семейным отношениям Светлана Москвина. Света, спасибо вам большое. И вам спасибо. Ну, а с вами ещё была практикующая психолог семейная Надежда Бушмелева. Всем желаю удачи, счастья и любви. До свидания. Практическая психология